Регистрационное удостоверение, то без чего выпуск препаратов, невозможен. Процедура его получения обязательна и долгая, зачастую она длится несколько лет. Государственному разрешению предшествует множество проверок и исследований, так что удостоверение – лучшее подтверждение эффективности и безопасности препарата. Разработка новых лекарственных средств на биохимике ведется непрерывно. Ежегодно здесь регистрируют более 20 препаратов различных фармакотерапевтических групп. Это нестероидные противовоспалительные препараты, это ноутропные, гепатопротекторы, антигистаминные препараты. И, конечно, большую долю занимают антибиотики. Среди антибиотиков особо хочется отметить такие, как дорепенем, моксифлоксацин, левофлоксацин, ленизолит, каприомицин и многие другие препараты. Для предприятия особо значим дорепенем, поскольку это препарат, который наше предприятие зарегистрировало первым из отечественных производителей. В перечне зарегистрированных препаратов биохимика не только антибиотики. Последние достижения предприятия – регистрация тарикоксиба и дексметатимедина. Первый препарат – нестероидные противовоспалительные средства в форме таблеток. Он применяется при лечении различных артритов, хронической боли в пояснице, острой боли и подагры. Во-первых, мы первые из российских производителей, которые будут производить этот лекарственный препарат по полному производственному циклу. И тем самым, по оценке специалистов нашей компании, это позволит снизить стоимость терапии при лечении ревматологических заболеваний. Кроме того, были проведены клинические исследования тарикоксиба, и данные показали, что препарат хорошо переносится пациентами, улучшает качество жизни. Второй препарат – дексметатимедин – концентрат для приготовления инфузионного раствора. Специалисты отмечают, что это самое новое лекарственное средство, используемое для седации в практике анестезиологии и реаниматологии. Дексметатимедин уже наработан в августе месяце. Сейчас он на контроле качества, и к концу этого месяца будет коммерчески доступен. Этарикоксиб в самых ближайших планах. Мы ждем вступления субстанции для того, чтобы начать производство этого препарата. До конца года специалисты биохимика планируют зарегистрировать порядка еще 15 препаратов. А те лекарственные средства, которые уже внесены в государственный реестр, будут запущены в производство. Юлия Мамаева, Александр Гурьянов. Народные новости. Продолжение следует...